Всем привет! Сегодня мы качнём с вами наши грудные. Поскольку предыдущий ролик с разбором Евгения Лося набрал уже более 10 тысяч просмотров, это значит, что пришло время сделать разбор на ещё одно его видео. И сегодня я предлагаю вместе с вами посмотреть видео под названием «Прокачка грудных без железа», где Евгений показывает лучшие упражнения для тренировки грудных мышц. Но перед тем, как мы начнём, давайте пройдёмся немножко по теории и узнаем, из чего же состоят наши грудные мышцы и как лучше выбирать упражнения для того, чтобы давать им максимальную нагрузку. Грудные мышцы состоят из большой грудной мышцы и малой грудной мышцы. Начнём с большой грудной мышцы. Большая грудная мышца относится к так называемым скелетным мышцам. Думаю, из названия понятно, что эти мышцы и существуют в организме для того, чтобы двигать ваш скелет. Они крепятся к костям с помощью сухожилий, и за счёт того, что у них есть две точки крепления в разных местах, они позволяют совершать движения. Более того, абсолютно любое движение вашего тела совершает сразу двумя мышцами-антагонистами, одна из которых отвечает за сокращение, например, при сгибании на бицепс у меня бицепс сокращается, а другая за растяжение, трицепс. Балансируя друг друга, они, собственно, и позволяют мне осуществлять движение в любой амплитуде и останавливаться в любой точке движения. Если бы здесь сейчас не было трицепса, мне было бы гораздо сложнее остановить руку там, где я хочу, потому что нужно было бы заранее останавливать бицепс, чтобы он по инерции дошёл до того момента, где мне нужно, и остановился под нагрузкой, которую я даю. Имея же две антагонистические мышцы, можно совершать абсолютно любые движения, и всё вот это вот многообразие движений, вращений, подъёмов, оно осуществляется двумя мышцами, которые противостоят по своим функциям друг другу. Это бесконечно интересная история, поэтому если вы ещё не изучали анатомию человека с точки зрения мышц, настоятельно рекомендую это сделать, но давайте вернёмся к функционалу. При этом нужно понимать, что функция этой мышцы заключается не в том, чтобы что-то толкать или что-то жать. Функция этой мышцы заключается в приведении плеча к срединной линии тела. Большая грудная мышца состоит из трёх отделов. Это верхний отдел, средний и нижний. С одной стороны все эти три отдела мышцы крепятся к плечевой кости, а с другой к телу, но имеют разные точки крепления. Верхняя часть крепится к ключице, средняя к грудине, а нижняя к хрящам верхних рёбер. Соответственно, при своём сокращении различные отделы грудной мышцы будут тянуть плечо не просто к середине тела, но также под разным наклоном. Есть очень простой способ понять, как это всё на самом деле устроено. Просто возьмите верёвочку, привяжите её с одной стороны к своему плечу, а с другой стороны поместите её на том уровне, где вы хотите посмотреть точку крепления мышцы. Например, на уровне нижнего крепления, нижнего отдела грудной мышцы, среднего или верхнего. И после этого просто потяните верёвочку на себя. То есть, отведите сначала руку, у вас верёвочка отойдёт, а затем потяните её в том же направлении, в котором крепятся мышцы. И вы поймёте, что на самом деле делают эти мышцы. Это очень простая, но очень наглядная иллюстрация того, как работают мышцы большой грудной мышцы. Таким образом, в зависимости от того, под каким углом вы будете приводить руку, будет задействоваться в большей степени верхний отдел, средний или нижний. Надеюсь, что здесь ничего сложного не было. Переходим к малой грудной мышце, которая имеет другие точки крепления. И задача этой мышцы заключается в том, чтобы вращать ваше плечо вовнутрь. Движение несколько более сложное и менее понятное, поэтому представлю вам другую аналогию, которая вам поможет понять, как работает эта мышца. Возьмите руку и выставите руку перед собой, повернув ладошку на себя. Другой рукой, согнув её в локте, вы будете пытаться дотянуться до вытянутой ладошки. У меня, кстати, есть смартфон. Соответственно, вот, вы отвели руку, затем вы приводите плечо к центру, насколько это возможно за счёт использования своей большой грудной мышцы, и после этого пытаетесь ещё немножко довернуть плечо. И таким образом, вы видите, лопатка будет у меня скругляться. То есть организм сам будет понимать, что ему для того, чтобы довершить движение, для того, чтобы привести локоть к моей ладошке другой руки, необходимо ещё и включить лопатку и скруглить, собственно, спину. Это происходит за счёт действия, за счёт сокращения малой грудной мышцы. После того, как мы разобрались с функционалом мышц, давайте ещё раз запомним. Большая грудная отвечает за приведение плеча по разной высоте. Самый простой способ запомнить, если вы приводите плечо ниже 90 градусов, будет работать нижний отдел. В районе 90 градусов плюс-минус 15-30 это средний отдел. И выше 90 градусов это уже будет работать верхний отдел грудной мышцы. А малая грудная отвечает за скругление лопаток. То есть каждый раз, когда вы, допустим, делая отжимания, выдавливаете себя наверху и таким образом скругляете спину, то будет работать малая грудная мышца. Ничего сложного, если вдруг с первого раза не запомнили, то всегда можно перемотать ролик и повторить. Но именно исходя из функционала, исходя из анатомии и биомеханики грудных мышц, мы сегодня и будем оценивать программу Евгения Лося, в которой он будет нам демонстрировать различные упражнения. Честно говоря, найти ролик, в котором было бы какое-то содержание, где Женя что-то рассказывает, и что было бы интересно осветить, не так просто, потому что большинство у него видео на канале это просто тренировочные ролики, за исключением программ, естественно, по жиросжиганию, но на тему того, что высокоинтенсивные интервальные тренировки не имеют никакого отношения к жиросжиганию, их никак нельзя назвать жиросжигающими, я еще сделаю отдельное видео. Оно есть в планах, но не забывайте напоминать мне об этом в комментариях, пожалуйста, чтобы я ничего не забыл. А вот этот ролик про грудные, скажу честно, когда я первый раз его посмотрел, то подумал, это просто очередное видео с демонстрацией всем известных упражнений. Но когда я его посмотрел во второй раз, я заметил в нем несколько интересных моментов, о которых, собственно, и хочу вам сегодня рассказать, так что давайте не будем откладывать и смотрим на Женю. Всем привет! Сегодня мы качнем с вами наши грудные. И первое упражнение у нас будет это отжимание на брусьях. Но отжимания непростые. Для этого нам нужно подать наши плечи вперед, а локти ходят строго поперек. Не забываем также правильно дышать. Внизу вдох, вверху выдох. Заметили что-нибудь интересное? Если нет, то не расстраивайтесь, я тоже первый раз ничего интересного не заметил. Что касается отжиманий на брусьях, как вы понимаете, поскольку жимовое движение идет ниже 90 градусов, то основная нагрузка будет идти на нижний отдел грудных. И за счет того, что он немножко вывел плечи вперед и как бы наклонился на средний отдел груди. При этом отжимание на брусьях это очень популярное упражнение, которое можно очень часто встретить на уличной площадке. Действительно, из-за того, что оно дает достаточно большую нагрузку непосредственно грудные и трицепсы. При этом оно также будет достаточно сильно травмоопасным. Этот вопрос мы, я думаю, превосходно разобрали в видео с разбором Шреддера и биомашины, их мнением о брусьях. Поэтому не буду сейчас на этом останавливаться, просто посмотрите ролик по ссылке. Скажу только, что для того, чтобы получить сбалансированно, хорошо развитые грудные мышцы, оно не является обязательно. Можно заменить его на различные продвинутые версии отжиманий, когда ваши руки будут находиться выше ваших ног. Можно делать плеометрические отжимания, можно делать отжимания с весом, можно делать глубокие отжимания с весом, например, от столбов или от скамеек. И работая в хорошей амплитуде, вы будете совершать более анатомически естественное движение для человека, в отличие от отжиманий на брусьях, и получать тот же самый результат. Конечно, это сложнее, потому что требуется какой-то дополнительный вес, или требуется использовать плеометрику, которая будет давать ударные нагрузки на запястье, что в свою очередь будет не так хорошо, как брусья. Ну, здесь, как всегда, есть плюсы, есть минусы. Суть в том, что сами по себе отжимания на брусьях это необязательное, хотя и очень эффективное упражнение для развития грудных мышц. Но! Хочу обратить ваше внимание на то, как именно Женя их делает. Посмотрите, что происходит с запястьями у Евгения. Я скажу честно, что я такой техники не видел. За счет того, что он использует не самые большие по ширине брусья, не самые широкие брусья, но при этом пытается на них отжиматься широко, он в нижней точке подкручивает свои запястья наружу и таким образом увеличивает расстояние, на которое расходятся его плечи, на которое расходятся его локти и избавляет себя от проблем, связанных с тем, что ширина брусьев недостаточно для того, чтобы отжиматься от них, разведя локти в стороны. И я не уверен, что на полноценных уличных брусьях с толстыми перекладинами это будет так же комфортно делать, как на тоненьких перекладинах в спортзале у брусьев, но сама идея, она очень крутая, потому что действительно, если вы нашли брусья и пытаетесь на них делать отжимания с акцентом на грудную мышцу, и они не совсем комфортной ширины, обычно они либо слишком широкие, либо слишком узкие, и на широких велика вероятность травмироваться, а на узких портится очень сильно техника и, соответственно, не получается результат, то попробуйте использовать вот эту вот штуку, попробуйте подкручивать в нижние точки свои кисти наружу для того, чтобы у вас было больше пространства для движения. Плюс к этому также увеличивается нагрузка за счет изменения угла, под которым дальше мышцы будут сокращаться. Один маленький момент, который Женя делает на своих брусьях, на который он даже наверняка не обращает внимания, просто потому, что он всегда привык так делать, но он позволяет сделать упражнение намного более эффективным для ваших мышц. И это именно тот момент, на который я хотел обратить внимание, который мне в этом видео очень понравился, показался очень необычным, и я подумал, что о нем стоит рассказать для того, чтобы помочь вам сделать ваши тренировки более эффективными. Смотрим дальше. Следующее отжимание от возвышенности наверх груди. Делаем не спеша, подконтрольно. После того, как он прокачал в первом упражнении в большей степени низ и середину груди, он добавляет упражнения с акцентом на верхнюю часть груди, когда, соответственно, ноги находятся выше, и вам приходится приводить плечо выше угла 90 градусов. Получается уже два упражнения, которые балансируют и дают нагрузку на абсолютно все мышечные группы большой грудной мышцы. Очень правильный подход. Про количество подходов по повторению, которые он указывает в ролике, я поговорю отдельно в конце видео, потому что это отдельный вопрос, но с точки зрения подборки самих упражнений, два упражнения совершенно отличные и позволят вам получить прекрасный результат. Смотрим, что будет дальше. Следующее отжимание задействует середину груди и своеобразно ее растягивают. Это отжимание лучника. отжимание лучника также еще можно делать перекатываниями, можно делать круговыми движениями, либо отжиматься в каждой руке, например, по 10 раз, потом менять руку. Показываю на примере. Показываю на примере. Отжимание лучника это прекрасное упражнение, которое я рекомендую вам добавить в свои тренировки. Как вы уже знаете из предыдущих роликов, форма грудной мышцы задается генетически. Единственное, что вы можете с ней сделать, это увеличить размер своих грудных за счет тренировок. Чем больше нагрузку вы даете, есть прямая взаимосвязь между силой мышцы и ее поперечным сечением, соответственно, тем она будет больше. Но ширина груди, места, где она крепится, ее визуальный внешний вид, он определяется генетически и ничего вы с ним сделать не можете. Поэтому никакие упражнения, ни лучники, ни пулловеры, как некоторые говорят, надо делать для того, чтобы растянуть грудь, вам не помогут. Это задается генетически и с этим придется смириться, если вам, так же, например, как и Жене Лосю, не очень повезло с точки зрения эстетики строения вашей грудной мышцы, как она смотрится. Некоторым везет, некоторым не так везет, но это не повод расстраиваться. Надо тренироваться и большие накачанные грудные мышцы в любом случае будут выглядеть лучше, чем плоскодонки. Так, ну и четвертый вид отжиманий это отжимания с узкой постановкой рук. Так же не спеша и подконтрольно. В узких отжиманиях есть такой интересный момент. Вы отжимаетесь и пробуете, как будто свести руки. Напрягаете грудь. Вы должны ее чувствовать. Как будто руки хотите свести. Обратите внимание, как ходят локти. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Надеюсь, тренировка вам зашла. С вами был Дзекиос. Покеда. Насколько я понимаю, из того, что я увидел, вот к нам и малая грудная подъехала в крайней точке движения, когда он говорит о том, что нужно по максимуму выжать, как бы сжать руки, которые уперты в пол, и, соответственно, округлить спину. Вот тебе и работа малой грудной. Помимо того, что добавляется статическая нагрузка в крайней точке, когда мышца грудная максимально сокращена. Многие, кстати, не доделывают отжимания, потому что они думают, что задача грудной мышцы привести просто к срединной линии. Но вы можете проверить. Просто положите одну руку на свою грудную мышцу, отведите плечо, приведите его к середине, почувствуйте сокращение, а затем попробуйте завести руку за срединную линию тела и почувствуйте, насколько сильнее сократятся ваши грудные мышцы. Еще один небольшой момент, о котором многие не знают, но добавив его в свои тренировки, вы сделаете их гораздо более эффективными и более продуктивными. Ну а теперь пришло время подводить итоги по видео в целом. Что же касается непосредственно самих алмазных отжиманий, то за счет того, что вы выполняете их, когда ваше плечо уже приведено, находится в приведенном состоянии, то основную нагрузку будут выполнять ваши трицепсы, которые отвечают за сгибание и разгибание руки в локте, потому что плечо у вас никуда не отводится и не приводится. Поэтому с точки зрения прокачки именно грудных мышц, это, скажем так, второсортное упражнение. И я, честно говоря, думал, что лось именно про него скажет, что оно позволяет накачать вам внутреннюю часть грудных, потому что вы ставите руки близко друг к другу, вот, но он этого не сказал. Он сказал это почему-то про лучника, что делает видео несколько странно. Давайте подводить итоги. Что касается прокачки грудных мышц без железа. Первое упражнение. Отжимания на брусьях. Классные, но травмоопасные. У него есть альтернативы, которые можно подобрать. Они посложнее в плане подбора, но более безопасные. С точки зрения прокачки грудных мышц никаких вопросов к нему нет. Второе упражнение. Отжимания с ногами на возвышенности с акцентом на верхнюю часть грудных. Здесь также абсолютно никаких вопросов. Отличное упражнение, которое обязательно нужно иметь в своей программе. Третье упражнение. Это отжимания лучника. С точки зрения прокачки мышц, естественно, никакой середины грудной мышцы нет. С точки зрения нагрузки позволяет вам нагружать отдельно правую и левую части тела, тем самым увеличив нагрузку По сравнению с обычными отжиманиями от пола И также включить дельты в работу за счет того, что вы распрямляете одну руку И вот за это движение у вас отвечает средняя дельта И еще немножко передняя тоже будет включаться Но непосредственно к прокачке груди упражнение имеет опосредственное отношение Поэтому и без него ваша программа тренировок будет отлично смотреться Последнее упражнение это отжимания с узкой постановки рук И большую нагрузку дают на трицепс, как я уже сказал Поэтому в программе по тренировке грудных оно может быть либо как забивочное После того, как вы уже забили грудь и хотите дать нагрузку на трицепс Либо не знаю, зачем его еще там иметь Потому что грудь в нем работает очень и очень мало просто по биомеханике Что касается количества подходов и повторений Везде Женя писал из серии 4 подхода, 10-12 повторений И нужно понимать, что с такой нагрузкой вы далеко не уедете То есть 4 подхода отжиманий по 10 раз Отжимания, допустим, с ногами на возвышенности Это вообще ни о чем Вы очень быстро вырасти из этой нагрузки И надо будет придумать что-то дальше И нужно понимать, что это количество повторений дается не просто как количество повторений Это количество повторений дается в отказ То есть вы должны подбирать нагрузку таким образом Чтобы 8, 9, 10, 12 повторения были для вас отказными Чтобы на них вы просто падали и не могли себя отжать от пола Тогда это будет давать результат То есть если вы уже спокойно делаете 4 по 10, 4 по 12, 4 по 15 Имеет смысл придумать и как-то увеличить нагрузку в этом упражнении Можно начать делать плеометрику, можно добавить себе жилет-утяжелитель на спину надеть Чтобы отжимания стали сложнее Можно перейти на кольца и делать отжимания на кольца вместе со сведением-разведением в руку Вариантов масса Единственное ограничение это ваше воображение Но главное, если вы хотите получать результат Если вы хотите именно тренировать мышцы То важно придерживаться небольшого количества повторений Я об этом уже говорил в одном из предыдущих роликов По-моему, про планку, когда объяснял В чем разница между упражнениями на мышцы На объем мышечный, на силу И упражнениями на выносливость И я помню, что я обещал сделать отдельный ролик про митохондрии Я его обязательно еще сделаю в будущем Когда-нибудь Не в ближайшее время, потому что впереди очень много разборов Поэтому 10, 12, 15 повторений Это именно тот промежуток, в котором вы с одной стороны нарабатываете хорошую силу А с другой стороны делаете не слишком мало повторений Чтобы они были травмоопасны Это понятно Резюмируя все вышесказанное Ролик неплохой Ролик можно было сделать короче Можно было сделать его более информативным Можно было подобрать третьим и четвертым другие упражнения Более интересные именно с точки зрения нагрузки И более необычные Тем более я уверен, что Женя знает такие штуки Из своего стритворкаутского опыта Но что есть, то есть Скажем так, из 5 баллов ролик на троечку Посмотреть можно Кое-что для себя перенять Небольшие фишечки Но в целом ничего необычного Ничего суперинтересного здесь я не увидел Такой вот разбор у нас получился сегодня Если вам нравится эта рубрика Если вы хотите видеть больше разборов То есть два способа поддержать наш канал Способ первый Подписаться на нашу страницу на Boosty Купив платную подписку от 100 рублей в месяц И таким образом вы будете напрямую поддерживать наш канал Все деньги будут идти на развитие этого YouTube канала Съемку новых роликов Уже сейчас у нас есть 13 платных подписчиков На общую сумму 6000 рублей И этого нам хватает на то, чтобы отдать на сторону Монтаж 1-3 роликов в месяц К слову, мы пускаем 12 роликов сейчас По 3 каждую неделю Это занимает огромное количество у меня времени Потому что я и снимаю сам, и монтирую, и выкладываю И как только у меня появится возможность Я, естественно, отдам монтаж сначала на сторону Потом я еще буду нанимать оператора, который будет снимать И сам дальше монтировать И я смогу сфокусироваться непосредственно на просмотре видео И научном разборе того, что я смотрю Потому что все еще очень-очень много материала Который необходимо разобрать и объяснить вам Что вам вешают лапшу на уши В лучшем случае Второй вариант нас поддержать Это зайти на сайт магазина workoutshop.ru Главного спонсора этого проекта И приобрести себе какой-нибудь спортивный инвентарь для тренировок Например, превосходные перчатки для занятий на турниках и брусьях Или вот такую вот крутую белую футболочку сегодня С красным логотипом в честь 9 августа Кто понял, тот понял Поскольку сегодня это мой бренд Который я развиваю совместно с магазином workout То вся прибыль от продажи этих футболок Идет непосредственно также на развитие этого YouTube канала Многие спрашивают, почему сегодня Что значит сегодня в комментариях И объясняю Честно Мне надоело, что люди постоянно хотят начать жить с завтрашнего дня Они завтра пойдут на пробежку Они завтра начнут заниматься каким-то новым интересным делом Они завтра пойдут, позовут девушку, которая им понравилась в кино Они завтра пойдут к боссу и попросят о повышении И это вот все завтра И такое ощущение, что завтра Это самый удивительный день в мире, который только может существовать Я хочу, чтобы этим днем был сегодняшний день Потому что завтра оно еще не наступило И не факт, что оно наступит Вчера уже прошло, его можно забыть Что было, то было Сегодня это единственный день, который у нас есть И единственное время, когда мы можем делать все, что в наших силах Для того, чтобы добиваться поставленных целей Если вы чего-то хотите достичь, нужно действовать сегодня И я решил создать бренд одежды именно с этой надписью Чтобы человек, надевая футболку, он сразу видел Сегодня И это его мотивировало на то, чтобы выкладываться именно сегодня на полную Не отлынивать, не перекладывать дела на потом Не ждать удобного случая, а начинать действовать именно сегодня И мотивировать еще других людей Я думаю, что и когда люди на улице просто будут видеть вас в этой футболке Они тоже будут задумываться, что-то в голове их будет щелкать Что сегодня Может быть, кто-то идет по улице и думает Блин, вселенная, подай мне знак Кто-то размышляет, кто-то задается вопросом Кто-то хочет получить знак свыше И тут вы проходите футболки сегодня И все становится понятно Надеюсь, я смог передать философию Которую я пытаюсь заложить в этот еще пока начинающий, развивающийся бренд Я надеюсь, что он вырастет большим И все больше людей будут ходить в этих футболках И все больше людей будут работать над своими целями Именно сегодня На этом все на сегодня С вами был Антон, канал Street Workout И помните, знание это не товар Субтитры подогнал «Симон»